Зайдя на портал посольства Португалии в Киеве, заходим в раздел визы. У нас высвечивается весь перечень виз, которые открывают в посольстве. В данном случае мы хотим пригласить родственников в гости, поэтому нажимаем на кнопку «Визит родственников» или «Друзей». В появившемся окне нужно прочитать весь список необходимых документов. Для начала нам нужно заполнить анкету. Открываем в новой вкладке «Анкету». И здесь у нас появляются три разных возможности, как мы можем загрузить анкету, чтобы ее заполнить. Вот первое – это виза форм. Это анкета визы на английском языке. Если вы знаете английский язык, то здесь по аналитию можно тоже его заполнить. Побывав в консульстве Португалии, вы можете после этого заполнить. Это информативная страница, в которой написаны номера телефонов и e-mail посольства и консульства, по которым можно связаться. По телефонам дозвониться невозможно, поэтому пишите на электронную почту. Я писала на вот эту почту. Возвращаемся обратно к нашей анкете. Можно выбрать также анкету на сайте посольства. Здесь «Формуларию девичту» – это на португальском языке, опять на английском и на французском. Выбираем на португальском языке. Здесь нам нужно заполнить все эти данные. То есть она здесь кликабельная заполняется. И в конце здесь написано, здесь какой-то есть сдвиг немножко, но потом ее сохранить в PDF-файле и распечатать. Эту анкету нужно будет сдать в посольство Португалии в Украине. Возвращаемся на самую первую страницу. Дальше нам нужно нотариально заверенное приглашение на португальском языке. Здесь есть образец приглашения. Это «Termo de responsabilidade». Здесь он не кликабельный. Мы его распечатываем, сохраняем и распечатываем и заполняем. Потом с этим заполненным приглашением «Termo de responsabilidade» мы идем к нотариусу и заверяем. Заверение в среднем где-то стоит 22-25 евро. Дальше идет перечень документов, необходимые для подачи в посольство или консульство в Киеве. Это нотариально заверенная копия документа вашей личности. То есть это или «Картао де седадао», или «Титул де резиденция», или «Перманенция». Необходимо иметь нотариально заверенную копию о том, что вы имеете жилье в Португалии. То есть это может быть декларация об аренде жилья. Декларация с районной местной администрацией, с жумты Фредизии, о том, что вы проживаете в этом районе. Это, кстати, будет дешевле всего. Это будет где-то 12 евро стоит. Цены устанавливает сама администрация, поэтому они могут варьировать. Или кто купил жилье, это может быть декларация о покупке жилья, то есть эшкритура. Нужно заверять всего первых 5 страниц эшкритуры. Это будет и дешевле, и это правильно. Это посоветовал один знакомый нотариус. Это будет стоить где-то 25 евро. 22-25. Дальше идет подтверждение родственных связей. Это свидетельство о рождении или о бракосочетании. Оно должно быть тоже нотариально заверено и переведено, естественно, на португальский язык. Нотариально заверенная декларация с места работы о том, что вы работаете. Дальше идет декларация из финансов, это декларация ИРС, ваш доход за прошлый год, то есть это должен быть ИРС за прошлый год. Или же это должна быть 2 или 3 ресиву де винсименту, то есть ваша заработная оплата. И эти документы тоже должны быть нотариально заверены. Дальше у нас идут документы, которые нужно предоставить человеку, который собирается посетить Португалию. Это подтверждение бронирования билетов в оба конца. Страховой полис, действительный на территории Португалии на протяжении времени пребывания гостя, на сумму не меньше 30 000 гривен. Загранпаспорт с копиями всех страниц и срок действия паспорта должен превышать на 3 месяца срок продолжительности поездки. Причем копию нужно делать, если вы делаете на формате А4, и с лицевой, и с обратной стороны должны быть копии. Внутренний паспорт и копия его всех страниц. Также две цветные фотографии 3х4, которые были сделаны недавно, не менее 6 месяцев назад. После того, как все документы будут, этот пакет документов будет готов, нужно вам написать на электронную почту посольства, которую я показывала в начале, и назначить встречу, чтобы прийти с вашим родственником и сдать эти документы. Разрешение на оформление визы посольство рассматривает в течение 10 календарных дней. Но иногда это может, для выяснения разных причин, это может затянуться до месяца, до 30 дней. В случае, если ваши ближайшие родственники, это родители, дети, консульство не взимает консульского сбора. Обычно он стоит 35 евро.